Тема образовательная. Конфликтная ситуация образовалась в экспертной комиссии по предмету обществоведения при Министерстве образования в Израиле. О деталях этой конфликтной ситуации мы поговорим с преподавателем политологии Еврейского университета доктором Эфраимом Падоксиком. Эфраим, здравствуйте. Здравствуйте. Эфраим, для тех, я почти уверен, что мало кто знает, что такое вообще комиссия при Министерстве образования и в частности, что такое экспертная комиссия по предмету обществоведения. Ее функции, чем она занимается и какое влияние она оказывает. У каждого школьного предмета в Министерстве просвещения есть своя комиссия экспертов, члены которой являются как и преподаватели, так и представители академических кругов, которые в принципе должны определять основу политики в этом предмете, проверять все ли правильно с точки зрения содержания, педагогические. То есть это комиссия экспертов, которая должна направлять линию преподавания этого предмета. Давайте расставим точки над «и», насколько мне представлялось до разговора с вами. Министерство образования – это все-таки некая структура, которая должна сама заниматься выработкой программ, общим направлением и следить за тем, чтобы было все правильно. Или есть какая-то просадка в моих рассуждениях? Это не совсем так, потому что чиновники, которые ответственны за определенные предметы, они не всегда специалисты именно в этих предметах, и поэтому, допустим, все учебники, программы обучения и все основные решения по поводу образовательных вопросов проходят проверку среди специалистов, чтобы мы увидели, что нет никаких глупостей, проблем в определенном предмете. Эти комиссии очень важны, они существуют во всех предметах. Другое дело, что поскольку, скажем так, физика – это предмет, который преподается, существует уже многие десятилетия и столетия, то там, естественно, роль этой комиссии не очень важна. Но в том предмете, который был достаточно недавно придуман, есть очень много споров по поводу него, конечно, есть значительная роль этой комиссии. Должна быть значительная роль этой комиссии. То есть, другими словами, решения, в данном случае, комиссии по предмету обществоведения, они обязательны для исполнения министерства образования. Я правильно вас понимаю? Зависит в какой области. Есть по поводу этого спор внутри бюрократии. Есть, по крайней мере, часть основных решений, они должны проходить через комиссию, например, принятие программы обучения. Тогда перейдем непосредственно, назовем это конфликтом. Вы недавно подали заявление об отставке о том, что вы уходите из этой комиссии членом, который вы были. На протяжении какого времени вы работали в этой комиссии? Я был членом этой комиссии четыре года. Я был назначен цвице-мэртом, который был тогда главой педагогического секретариата под Гидеоном Сааром. Исходя из понимания, что этот предмет находится в ужасной ситуации, что этот предмет превратился в индоктринацию, крайне левую, даже не сионистскую индоктринацию, и что этот предмет должен быть сбалансирован, и что он должен преподаваться более профессионально. С самого начала... Секунду, я вас перебью, иначе в эту комиссию происходит какое-то назначение? Тогда это, да, имеет значение? То есть, это невыборная комиссия? Нет, невыборная комиссия, это комиссия, которая назначает... Каков механизм назначения специалистов в комиссии? Назначает председатель педагогического совета в Министерстве образования. То есть, третий человек в Министерстве. Тогда вернемся, вы говорили о том, что... О катастрофическом положении в преподавании обществоведения, и вы начали работать, и... Я начал работать, не только я, там были еще люди, которые назначены. К сожалению, с самого начала мы столкнулись с обструкцией чиновников, которые не хотели ничего менять, или хотели, наоборот, еще больше ухудшать этот предмет. Нам за эти четыре года удалось, по крайней мере, остановить эту деградацию предмета, но мы не сумели сделать каких-то серьезных улучшений в этом предмете. Была большая надежда, что с приходом нового министра Беннета будут очень положительные изменения, и, по крайней мере, комиссия сможет, наконец, повлиять на решение чиновников. К сожалению, этого не произошло. Произошло прямо обратное. Человек, который был назначен председателем этой комиссии, Нафтали Беннеттон, фактически решил полностью следовать линии чиновников, и практически свел на нет влияния комиссии. В результате этого я решил, что нет никакого смысла в том, чтобы я оставался членом этой комиссии. Фрайм, слова «катастрофичное, ужасающее, бесперспективное положение в преподавании предмета» это все-таки некие общие слова. Не могли бы вы детализировать, в чем проблема, в чем основные просадки в преподавании общества ведения в Израиле, на ваш взгляд? Просадок много, но я назову главную, которую сейчас будет. Дело в том, что есть программа обучения, есть книги, которые написаны на основании этой программы обучения, которые прошли утверждения специалистов. Эта программа не замечательная, там есть проблемы, есть проблемы в книгах, но, по крайней мере, это что-то, что более-менее выглядит нормально. И когда родители отправляют своих детей в школу, они думают, что дети, когда они приходят на уроки этого предмета, они учат то, что написано в учебниках, и то, что установлено в программе обучения. На самом деле это не так. То, что учат дети, обусловливается экзаменами, которые они сдают, багрутами. И багруты совершенно не похожи на то, что написано в учебниках. И именно там происходит главная часть... Во-первых, там спрашивается очень много нонсенса, во-вторых, иногда это даже чисто политическая индуктринация. И поэтому наша позиция была всегда, что главное, что должно быть в этих предметах, это учебники, по учебникам должны учиться. Фактически, что произошло сейчас, что глава нашей комиссии фактически признал право чиновников придумывать свои определения этого предмета, которые совершенно не связаны с учебниками, которые противоречат учебникам, и говорит, что вот эти определения, они должны обязывать в багруте. Чему это приведет? Это приведет к тому, что один или два чиновника внутри Министерства образования, они будут решать, чему будут обучаться дети в школах. Ни у кого не будет возможности из общества контролировать уровень этого преподавания и насколько это преподавание неиндоктринативно. При этом родители будут думать, что все нормально, потому что они читали учебники, и в учебниках все написано более-менее нормально и объективно. Это огромная проблема. Это означает, что достаточно много часов потенциально в наших школах будут отданы прямой политической индуктринации, потому что подавляющее большинство учителей этого предмета проходили подготовку в организациях, в которых есть очень сильный левацкий крем. И таким образом, а через 20 лет мы удивимся, почему странные глупости и вообще какой-то нонсенс произносятся целым поколением, потому что они пройдут через эту фабрику индуктринации. Вот в чем главная проблема. Насколько я себе сейчас представляю из вашего рассказа, здесь проблему можно поделить на два. Во-первых, вы неоднократно упомянули, что есть некая группа чиновников, судя по всему их не более 10, которые просто стоят насмерть и продвигают свою стратегию обучения. А можно имена героев? Это же не некая аморфная масса, это все-таки конкретные люди. Нет, конечно, был один чиновник, который уволен из-за того, что он выпустил очень плохой учебник, который, кстати, говорил достаточно стереотипные, отрицательные вещи о русской линии, его звали Адар Коэн, но он был уволен Гидеоном Сааром. Та, кто пришла на его место, ее зовут Яэль Гурон, она была всегда сторонницей Адара Коэна, ее идеологические позиции очень близки его идеологическим позициям. Само по себе это не важно, потому что я считаю, что не важно, какие у чиновников взгляды, если чиновник действует в соответствии с тем, что ему говорит правительство, что ему говорит общество. Но в данной ситуации возникнет такая ситуация, что фактически эти чиновники будут неконтролированы, будут фактически без контроля. Есть еще группа преподавателей, радикальных преподавателей этого предмета, которые очень влияют на то, что фактически преподается. То есть есть некий союз между определенными чиновниками в министерстве и группе, кстати, небольшой, но очень влияет на группе радикальных преподавателей общества ведения, которые фактически верят в то, что их задача индоктренировать молодое поколение в определенную политическую сторону. Вторая часть проблемы, как мне видится, с чиновниками разобрались. Вторая часть проблемы – это непосредственно министр образования, глава партии «Еврейский дом» Нафталий Беннет. Вы сказали в прошлом ответе, что он встал на их сторону, и так или иначе, если они не отстаивают, то следуют их линии. Нафталий Беннет сложно заподозрить в левых взглядах, тем более в приверженности этой доктрины. В чем тогда причины подобного административного поведения? Я не психолог, то есть я не буду… Но вы все-таки были внутри, вы можете выдвинуть версию, поскольку вы… Я лично с Беннетом не знаком. Я работал и с его назначенцем, который является председателем комиссии и к которому я испытывал полное недоверие. Есть очень много причин. Во-первых, есть у политиков всегда желание не ссориться с бюрократией. Очень редко, какой политик будет готов ссориться с бюрократией. Гидеон Саар был гораздо более достойным в этом смысле министром, которого действительно интересовали вопросы образования. Я думаю, что Нафталий Беннет не интересует вопроса образования, он не занимается проблемами министерства, его интересует то, что он говорит на Фейсбуке, насколько это популярно. Но то, что человек говорит какие-то очень… такие достаточно резкие вещи на Фейсбуке, это ничего не значит, поскольку у каждого человека сегодня есть Фейсбук, у меня тоже есть Фейсбук, я тоже там могу говорить резкие вещи. Человека судят по его делам, фактически назначение Беннета, и Беннет несет за это министерскую ответственность, фактически взял очень резкий крен в сторону чиновничьей политики, которая определяет еще до сих пор попытки сделать из израхута индоктринацию в крайне левом направлении. Для российских зрителей я отмечу, что израхута это и есть обществоведение. Мой следующий вопрос ни в коем случае не является провокацией, но мне действительно интересно, вы вышли из этой комиссии, с другой стороны, вы полностью тогда потеряли, что ли, часть полномочий и часть возможного влияния с тем, чтобы как-то изменить существующую ситуацию. Может быть, имело смысл остаться и бороться изнутри? Смотрите, на протяжении этих четырех лет у меня было много моментов, когда я хотел уволиться, потому что фактически я видел, что мое влияние там минимальное, я видел эту чиновничью обструкцию. Но я даже оставался, я даже оставался, когда министром образования был Шай Перрон, хотя он, будучи человеком не очень левым, тем не менее, он открыто говорил, что он считает, что у разных слоев общества должны быть вотчины в системе образования, и вот вотчина крайне левых это обществоведение, поэтому он как раз не хотел ничего там менять. И все равно я там оставался, потому что я считал, окей, я буду представлять оппозицию, но главное, чтобы мой голос тоже там принимался во внимание. Но тут возникла ситуация следующая. Ситуация, когда есть на словах министр, который не разделяет крайне левые взгляды, который утверждает, что он как раз будет менять то, что происходит. Если бы я там остался, это бы создало очень ложное представление у общества, как будто все нормально. Это как бы, если бы была комиссия по контролю над столовыми в школах, я бы знал, что вся еда очень плохого качества, но поскольку министр пищеварения, который был за это ответственен, он бы был известен как очень преданный идее качества питания, все бы ему верили. Если бы я остался в такой ситуации, я бы нес ответственность за то, что дети бы травились в школе гамбургами. Я не могу нести ответственность за то, что дети будут продолжать травиться этим материалом, и при этом родители будут думать, что все нормально. Мой совет родителям просто не пускать учеников именно на этот предмет, потому что это предмет очень низкого качества, индоктринация. Ефраин, ну как вы себе представляете, большие проблемы для каждого ребенка будут, если он не будет посещать какой-то предмет. Существование этого предмета в той конфигурации, в которой он существует, это большие проблемы для нашего общества. К сожалению, за эти 4 года, несмотря на все наши попытки, не удалось существенно улучшить качество этого предмета. Это факт. Эфраин, может быть, я вас отчасти разочарую, но не все считают предмет обществоведения, ну не то чтобы важным, но не в числе первых. Вы с таким жаром и действительно так искренне отстаиваете. Если можно, в двух словах, в чем действительно важность этого предмета для подрастающего поколения? Важность этого предмета, что он создает некие рамки, в которых ученик воспринимает общественно-политическую реальность. Не важно, как хорошо ученик прошел этот предмет и сдал ли он хорошо экзамен. Но если этот предмет, допустим, построен на идее, что идея демократического государства противоречит идее еврейского государства, то как бы в каком бы глубоком подсознании это у него не лежало, и как бы он не был об этом осведомлен на сознательном уровне, все равно все его восприятия действительности будут руководиться именно этим. Он будет думать, а, значит, все-таки есть противоречия между еврейским и демократическим, значит, я хочу, я демократ, значит, я хочу, чтобы у нас не было еврейского государства. Или наоборот, он скажет, да, есть противоречия между демократическим и еврейским, и поэтому я хочу еврейское государство, поэтому я хочу дискриминировать всех, которые не евреи. Да, то есть вы создаете некие рамки мышления, которые, во-первых, неверны с точки зрения политической и социальной реальности, и которые очень вредны, которые очень вредны, и этот вред будет не сразу ощутим. В том-то и дело, очень многие люди не обращают внимания на влияние системы образования, потому что ее эффект можно увидеть только через 10, через 20, через 30 лет. Но история нам показывает, что когда не обращают внимания на то, что происходит в системе образования, мы платим очень высокую цену. Эфраем, вы обрисали совершенно такую безвыходную отчасти картину. Картина очень выходная. Министр должен отражать мнение общества, и он должен руководить своим министерством, и он должен говорить чиновникам, что они должны делать, а не наоборот. Ну, здесь только два выхода. Либо поменять министра, я думаю, что это... Либо, соответственно, как-то попытаться донести свое... Переубедите министра. Ну, первый вариант, давайте не будем рассматривать, это все-таки политическая система. Насколько, скажем, в ваших силах донести свою точку зрения до министра? Ну, смотрите, я послал несколько записок министру, в котором полностью описывалась ситуация в ряде аспектов этого предмета. Я не получил ни одной из них ответа, хотя я знаю, что с министром в этом говорили, и он читал эти документы. Таким образом, я прохожу к выводу, что он полностью разделяет идею, что нужен левый крен в этом... Я не говорю, что в других вопросах обязательно человек левый, но в этом вопросе он принимает мнение, что левый крен в системе этого предмета это нормально, с этим он может жить. Это его политика. Если это его политика, я как демократ, я говорю, окей, я не буду вам мешать проводить эту политику, но меня там не будет, я не буду нести за это ответственность. Благодарю вас за участие в программе. Я напоминаю, что на связи со студией ТОН-ТВ был преподаватель политологии, доктор еврейского университета в Иерусалиме Фраим Падоксик. Спасибо. Спасибо вам.